Всем привет! Я вам говорил, что с наступлением весны взойдут не только подснежники, но и новые телефоны от китайских компаний. Встречайте новинку от Cubot – смартфон Cubot P80. Бюджетный фаблет с неплохим набором характеристик. Он получит много памяти, емкий аккумулятор, камеру с высоким разрешением и актуальную версию OS Android, а также поддержку функций бесконтактной оплаты покупок. Cubot P80 оснащается 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408 точек на 1080 пикселей с тонкими рамками. Фронтальная камера помещена в небольшой каплевидный вырез. Сердцем гаджета является процессор, который построен на базе однокристальной системы MediaTek, которая содержит 4 ядра Cortex-A73 с частотой 2 ГГц и 4 ядра энергоэффективных A53 с такой же частотой 2 ГГц. В устройстве 8 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения еще на 8 ГБ, так что этой производительности хватит вам для любых программ и можно будет запускать сразу несколько программ и держать их в фоне. Для хранения данных предусмотрен накопитель на 256 ГБ, ну и конечно можно будет использовать карту памяти, правда не указывается каким объемом. На обратной стороне корпуса смартфона находится основная камера с разрешением 48 Мп и отдельным модулем для макросъемки. К слову, задняя крышка выполнена из стекла. Как вы видите по дизайну камер, кубик стремится быть похожим на один из известных популярных мировых брендов, который выпускает тоже смартфоны. Если вы не поняли какой смартфон они косплеят, то оставляйте комментарии под видео и я вам скажу. За автономность отвечает аккумулятор емкостью в 5200 мАч и работать смартфон должен целый день при нормальном его использовании. Из коробки аппарат работает под управлением операционки Android 13, что тоже приятно. В смартфоне имеется модуль NFC, что позволяет совершать бесконтактную оплату покупок, заодно заявлена глобальная поддержка мобильных сетей. За безопасность личных данных отвечает встроенный в кнопку включения сканер отпечатка пальцев. Как по мне, расположение сканера самое удачное. Цена новинки пока не сообщается, но известно, что ее глобальный релиз состоится 17 апреля. Кроме того, на сайте производителя проходит розыгрыш для пользователей с возможностью получения ценных призов. Ну, наверное, самих телефонов. Условия конкурса, как всегда, элементарные и простейшие. Так что переходите по ссылке в описании снизу этого видео и принимайте участие. Может, как раз именно вам повезет. Пишите свое мнение по поводу данного устройства и будьте мне все здоровы. А то я что-то приболел. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!